Всем привет! В сегодняшнем видео выпуске я хотел бы затронуть такую тему, как показательные выступления. Не межстилевой спарринг, а именно показательные выступления. Ну, показуха, просто проще говоря. То есть, это когда люди договариваются о том, какие будут они проводить комбинации, какие они будут делать удары для того, чтобы показать публике, показать пришедшим, к примеру, на семинар людям весь арсенал, всю эффективность того стиля, который они, допустим, хотят изучать. И что интересно, мы все с вами знаем, что айкидо вышло из дайторю и вышло из айкидзюцу. И вот, посмотрите, здесь представитель айкидзюцу и представитель айкидо. Они заранее, как я уже сказал, договорились о том, чтобы показывать определенные комбинации. Это не постановка, это не подставка, это, опять же, не межстилевой спарринг. Но, тем не менее, все те приемы, которые мы с вами видим в айкидо, здесь они выполняются более жестко и более быстро, нежели чем в айкидо, когда проводятся плавные движения, расплывчатые, мягкие, как по небу облака плывут. Нет, такого нет. Здесь, вот посмотрите, даже броски здесь проводятся очень и очень эффективно. Кто-то может сказать, что вот эти вот некоторые приемы, они взяты из дзюдо. Я могу вам утверждать, что если упираться на вашу точку зрения, такие приемы взяты из самбо. Потому что компиляция всех приемов из различных техник, из различных стилей дают что-то новое, более эффективное, более современное. И не значит, что эти приемы взяты из дзюдо. Это значит, что в дзюдо были взяты приемы из того же самого айкидзюдзюцу для того, чтобы своей эффективностью и работоспособностью укрепить стиль, укрепить направление, сделать его более сильным, более конкурентоспособным не только в спорте, но и в личной самообороне. Если мы обратим внимание на все эти приемы и комбинации, блоки, удары из айкидзюцу и сравним их с тем, что мы знаем из старых кинозаписей столетней, к примеру, давности, мы поймем, что приемы претерпели какое-то маленькое изменение. Но, тем не менее, они не стали менее эффективными. Скорее наоборот, они стали более эффективными и более применимыми в современных условиях жизни. Вот, смотрите. И, кстати, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Ну и, конечно же, всем удачи, тренируйтесь и будет вам счастье. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok